Грызть гранит науки всегда было нелегко, но воспринимать новые знания, утолять интеллектуальный голод, не утолив голод физически, еще труднее. Уроки согласно расписанию, плюс дополнительное образование, а значит в стенах школы среднестатистический ученик проводит почти весь день. Вкусный питательный обед может дать сил, но только если он приготовлен из качественных продуктов. А качество, в свою очередь, тщательно контролируется специалистами. Последняя проверка показала некоторые нарушения в хранении продуктов в Нуринской и Баржигантайской средних школах. Специалистами управления Росельхознадзором проводятся плановые проверки. Наиболее частью выявляется нарушение непосредственно хранения и использования круп. Было выявлено, что при хранении и использовании крупы в пищу отсутствовала маркировка непосредственно и документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. Привести может, конечно, последствия нарушения желудокишечного тракта и более серьезные последствия. Все подозрительные мешки после было решено уничтожить, но перед этим крупа была тщательным образом исследована специалистами. В чате качества продуктов, школьных, столовых, а также составления меню мониторят сразу несколько структур, в том числе Роспотребнадзора и специалисты комитета образования. Обед для современных учеников должен быть одновременно питательным, полезным и недорогим. Мы стараемся сохранить стоимость обедов и завтраков на уровне, допустим, 10-11 года. Стараемся, стремимся к этому. Вот, допустим, сейчас у нас стоимость обедов достигает до 50 рублей, а завтраков до 30 рублей. Оно бывает где-то и больше, и меньше, но в общем, в среднем, если брать за неделю, стоимость у нас такая. Некоторые ребята питаются бесплатно. Это сироты и дети из многодетных семей. Горячие обеды и завтраки на сегодняшний день организованы во всех школьных столовых города. Антон Матушевский, Мария Зеброва, Виталий Литвинцев, Валерий Широков, Евгений Погорелый. Время новостей.